Дорогие братья и сестры, друзья в Господе, кто сегодня вместе с нами в этом служении в церкви Ифаня, служение особое, ну, в режиме онлайн, вы в своих домах, в апартментах, в кабинах большегрузных траков, на дальних маршрутах, я рад приветствовать вас! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Я вижу вас! Я вижу вас! Вы видите меня! Слава навеки Богу нашему, который дает нам торжествовать в Иисусе Христе и благоухание познания о Нем распространяет нами на всяком месте. Я также поздравляю вас с Пятидесятницей! А вы скажете, так это же было в прошлое воскресенье? А мы же говорили, что Пятидесятница – это не просто дат, это не просто убедительный факт излияния Духа Святого на Первое Собрание в Иерусалиме. Пятидесятница – это состояние, и мы должны быть в этом состоянии. Братья и сестры, благодаря Богу за неизреченный Его дар! И во втором послании Тимофея в первой главе седьмым стихом апостол пишет «Дал нам Бог Духа небоязни, но силы, любви и целомудрия». Дорогие мои, какое актуальное Слово дал Духа небоязни! Почему оно важное сегодня, я говорю, актуальное, важное на сегодняшний день? А страх владел народами. Паника, панический страх. А когда паника – это беспорядок, это хаос, это люди не знают, что делать. И общество стало, как непонятно что. Едет на велосипеде, он в маске, едет за рулем автомобиля, в салоне никого нету, окно открытое, свежий воздух. Человек в маске, бояться. «Дал нам Бог Духа небоязни!» И мы сегодня твердые, уповая на Господа. Это особое время. И в это особое время Бог хочет от нас особого состояния. Вы понимаете, что это время мы сегодня отмечаем. Я уверен, что Дух Святой приготовил сегодня духовную трапезу. И передо мной брат говорил, «Познаем Господа!» Господь хочет нашего сближения с Ним. Особенно в это время. И из этого времени нужно, братья и сестры, нам извлечь, как пророк говорил. «Если ты извлечешь из ничтожного, драгоценное, будешь, как мои уста». Что же можно извлечь с этого времени? Ну, оно нам, конечно, принесло перемены. Года, десятилетия. В первый день недели ученики собрались для преломления хлеба. И мы это делали. Но мы не заявляем никакого протеста. Соглашаемся с обстановкой. Ну, что имеем, то имеем. Не можем. И ограничения. Одни снимаются, другие появляются. И мы не успеваем нашими решениями за новые постановления, новые рекомендации, новые инструкции. И я, как я вижу вас, ну, верую. А зал-то пустой. И я хотел бы, чтобы мы, ну, с этого извлекали опыт. Было время, церковь была гонимой. У нас есть этот опыт. Однако мы не оставляли Господа. И сегодня такая свободная обстановка. Вы сидите. Да, может быть, даже не воскресная форма одежды. Да. Может, расслабленное состояние. Смотрим на экран. Да, слушаем то же самое, живое слово. Но нет нашего личного, физического общения. Раньше оно было. Такое близкое общение. Раньше мы такое было. Мертвых целовали. При прощании, дорогие слезы. Были прочитания. А теперь даже мы и святых, и дивных не можем поцеловать. Но эта обстановка нам принесла некоторые изменения. Может быть, даже и облегчения. Так же умирают люди. Десяток скорбящих окружают. А сотни вместе с ними, ну, нельзя большим обществом. Да. Прощаются тихонько. Кончилось. Раньше было такое правило. Ну, братья и сестры, мы вас приглашаем в ресторан. Да, поесть хлеб утешения. Хлеб печали. Хлеб утешения. Уже похоронили. Теперь это очень скромно. Не надо никуда приглашать. Вроде легче. Раньше наши свадьбы были громкими, шумными, с нанятыми музыкантами и фотографами. И за все отвечало серебро. А так же эти свадьбы сопровождали комментарии. Музыка была такая, как в мире. Да одежда была не совсем приличная святым. Слушайте, это время внесло изменения. Скромно. В домах. В бэкьярдах. Свадьбы. Не надо за все платить сильно. Не надо нанимать фото и видео операторов. Да. Не надо ведущих. Уже молимся. Тоже вроде бы легче. Но, конечно, мы сознаем. Нарушена духовная атмосфера церкви. И я хотел бы сказать. Братья в конце объявят. Братья и сестры. Мы вынуждены понимать, что мы живем в обществе. И должны понимать состояние общества. Не бросать им вызов. Мы смиряемся. Похоже, что губернатор дал испытательный срок. После снятия карантина 21 день такой анализ. Если вспыхнет опять эта болезнь, значит неоправдано снятие карантина. А если нет, ну тогда может быть снять все ограничения. Поэтому братья об этом молятся. Я благодарю Господа. Прошедшая неделя была неделя освящения, молитвы с постом, с исповедью. Небольшими группками приходили в церковь. Молились, исповедовались. Бог это видит. Дорогие мои, я вам рекомендую. Прошу вас, как апостол Павел говорит. Мы просили, умоляли, убеждали продолжать молиться и благословлять служителей, чтобы Господь дал им мудрость и, главное, единство. А мы будем утешаться Господом. И опять-таки, Пятидесятница с нами, в нас, как мы читаем в Пасании к Галатам. Как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, попиющего вово отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Галатам 4, 6, 7. Вот наше утешение, вот наше состояние. Физического общения нет друг с другом, а с Господом есть. Через Дух Святой, слава Ему, Аллилуйя, да просается Господь, наш Иисус Христос, который стал ходатаем за нас. И мы получили этот Дух усыновления. Я еще раз повторю, что сегодня Господь приготовил этот обильный стол. Он вел меня в Дом Пира, представляете, в Дом Пира. Знамя Его надо мною, любовь. И я продолжаю тему начатую. Тема начат была познать Господа. А я хочу продолжить такую мыслью. Господь ищет, а мы. Господь ищет человека. Подтверждение этой мысли. Я читаю слово, записанное в книге пророка Езекииля, 22 глава, 30 стих. Искал я у них человека, который поставил бы стену, встал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Уважаемые видеооператоры, я не все места Писания дал. Ну, смотрите, высветите. Господь ищет. Я искал у них человека. А как это Господь, он затрудняется в этом? Нет. Сегодня на планете более семи с половиной миллиардов жителей. Бог в своем всемогущем всех видит, но ищет человека, которого можно было бы употребить, так сейчас, так и тогда. Искал и не нашел. Может быть, это такое место не совсем выразительное? Нет, слушайте. Мы читаем другое место, книга пророка Еремии, 5 глава. Походите по улицам Мирусульма, 1 стих. Посмотрите, разведайте, поищите на площади его. Не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Господь уже осмотрел Иерусалим. Иерусалим в отступничестве. Господь уже видит. Почему мой гнев? Найдите человека, который бы заступился. Его нету. Может быть, это в Старом Завете. Может быть, это старые отношения, что Господь ищет и не может найти. Нету таких. Он знает. Ну, отмечает, чтобы мы тоже понимали. Какой духовный кризис. Да, мы читаем и в Новом Завете. Евангелие от Луки, 19 глава. Смотрите. 10 стих. И Матвея, 18 глава, 11 стих. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Какая у Господа цель? У Него есть свои люди. В ночном видении Павлу Господь сказал, Павел, дерзай, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. Какое благословение. Есть люди, которые Господни. Они Его, Он их нашел. А они что сделали? Они Господа взыскали. Зачем Господь ищет человека? Господь хочет со Своим творением иметь отношение. Господь хочет со Своим творением, с человеком иметь отношение. На самом высоком уровне. Не просто. Какие бывают отношения? Ну, бывают отношения случайно знакомые. А, привет, мы как-то виделись. Да, как дела, то другое. Это отношения, ну, такие, поверхностные. Есть соседские отношения. Сосед, good morning, how are you? Вот все, чем мы обменялись. Соседские отношения. Есть отношения приятельские. Вот так знакомые какое-то время жили. Оп, приятель, привет. Нет, приятельские. Есть отношения, которые перерастают в дружбу. Дружат. Крепкая дружба. Да, не разлей вода, говорят. Тоже отношения. Есть отношения родственные. Кровные отношения. Кровные отношения. Отец говорит. Это мой сын. А сын в это время говорит. Это мой любимый отец. Это самый высокий уровень отношений, где Господь человеку определил, чтобы род умножался. И семья приобретает новые души и обязана с родителей пекти, заботиться, воспитывать своих детей, молиться за них. Детям дают запыть чтить, уважать, любить своих родителей. И я это в своей жизни испытал. Благодарю Господа. Это самые высокие отношения. Вот так и Господь говорит. Я подтверждаю. Господь ищет отношений на самом высоком уровне, самых глубоких отношений. Он говорит. Второе послание к Коринфянам. Шестая глава. Шестнадцатый стих. Вселюсь в них. Буду ходить в них. Буду ихним Богом. Они будут моим народом. Моими сыновьями. И дочерями, говорит Господь Содержитель. Шестнадцать. Восемнадцать. Понимаете ли? Эти отношения скрепляет Дух Святой. Еще в древнем пророк Исаии. Шестнадцать первой главе. Дух Господа Бога на мне. Шестнадцать первая глава. Господь помазал меня. Благовесствовать нищим. Послал меня исцеляться, крушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето. Господне благоприятное. Представляете? Божий интерес. Это такое слово может быть не совсем. Божью любовь. Божью любовь. Он ищет. Дух Святой ведет его. Нашего Спасителя. Взыскать и спасти погибшие. Проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрение. Измученных на свободу. Исцелять разбитые сердца. Взыскать нищих. Придите ко мне все труждающие, все обремененные. Я успокою вас. И вы мое возьмите на себя. От меня научитесь. Я кроток и смирен сердцем. Во мне, через меня. Найдете покой душам вашим. Это суть Божьей любви. Дабы все люди спаслись. И достигли познания истины. Братья и сестры, я убедил вас, что Господь ищет человека, свое творение, человечество, людей, чтобы их исцелить, утешить, освободить, наделить благословениями. Это все делает Дух Святой. Он хочет привести людей в состояние Пятидесятницы. Чтобы они были обяты Духом Святым. Раз называет сыновьями, дает Духу сыновления. Это чудесный букет благодати. И несколько мест Писания, восьмая глава Римлянам, говорит о качествах Духа Святого, каким Он является, каким Он к человеку приходит. И что Он делает? Мы читаем, смотрите, больше двенадцати таких различных свойств Духа Святого, который подтверждает, Господь это хочет в человеке и дал Духа Святого, чтобы мы пришли в это состояние. Он Отец, Он для нас Отец и Спаситель, нас называет детьми, а мы, как Фоба, говорим уже убежденные, Господь мой и Бог мой. Это так прилично. Творец на нас, дети, а мы на Творца Небесный Отец. Смотрите, Дух Святой приводит к праведности. Христос в нас, тело мертвое для греха, Дух жив для праведности. Дух Святой оживляет. Если Христос в нас, воскресенье мертвых, то Он оживит наши смертные тела, Духом Святым оживляет. 14 стих 8 главы. Дух Святой водит. Дух Святой дает усыновление. Дух Святой дает наследство. Дух Святой подкрепляет нас в немощах. Дух Святой ходатайствует за нас. Дух Святой, 5 глава, изливает в наши сердца Божью любовь. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. 2 Коринфянам 3,17. Где Дух Господень, там свобода, дает нам свободу. Иоанн Леотеяна 14,16 главы. Говорят, что Дух Святой, Он утешитель. 26 стих 14 главы. Он учит, Он напоминает, Он наставляет, Он будущее возвещает. Вот на каком уровне Господь хочет иметь с нами отношения. Все в обилии, все в полноте. Потому что, чтобы нам убедиться, смотрим на природу, какая прекрасная, какое замечательное устройство. Все вовремя. Солнце не опаздывает. Вовремя бежит, как жених, написано в 18-й Псалом, как жених выходит из брачного черта своего, и бежит по своему поприщу. И Господь Бог также и солнце ищит. Природа подтверждает великую премудрость Божию. Почему? А потому, что в начале Дух Божий носился над водою. И там, где Божий Дух, там полнота. Это так Господь ищет. А что же мы говорили? Человек говорит, это мой сын. А сын отвечает, это мой любящий отец. Бог нас ищет. Что же нам делать? Нас Бог ищет, приводит к полноте. А нам что? Сложить руки? Наганану улыбаться? Бог нас нашел. Братья Иисус, единственный ответ. Ищите Господа. И брат передо мной Виктор декламировал. Ищите люди! Ищите слезну! Ищите Бога! Пока возможно. И тоже мы пели такой псалом. Ищи везде, ни в ком, нигде ты не найдешь спасения. Лишь Божий Сын дает один и мир, и избавление. Достойно святым искать Господа. Понятно, что мы как бы высоко птица не летала, она садится на землю, в этом есть потребность, она делает гнездо, она в нем отдыхает, она кормит своих птенцов, это уже не высота, это такая обитель, да. так и мы. Мы не можем постоянно, ну, быть в присутствии Божьей славы, но искать Господнего лица всегда достойно. Поэтому на это Божье проявление, нас искать, мы отвечаем, Господи, мы желаем искать Тебя. и святые, пророки, цари, люди, знавшие Господа, они искали Господа, потому что и Господь так призывал. Господь знает наши обстоятельства, Господь знает наши трудные переживания, и Он говорит, вторая параллельпоминон, седьмая глава, такое слово. Смирится народ мой, мой народ. Он не искал Господа, но пришла беда, как у нас сейчас. Смирится народ мой, который именуется именем моим, будут молиться, взыщут лица моего, обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи их, исцелю ихню землю. Видите, тут полная картина. Господа не искали. Господь сказал, 15 глава, Господь сказал, Назарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел навстречу Аси и сказал, послушайте меня, Аса, 15 глава, первые стихи, послушайте меня, Аса, весь Иуда, Иерусалим, Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. А если оставите, Он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, без священника учащего и без закона. Но когда Он, Израиль, обратится в теснете своей, к Господу Богу Израилеву и взыщет Его, Он даст им найти себя. Братья и сестры, в чем особенность нашего времени? До этого времени мы как бы мы искали Господа. Мы приходим на собрание и на платформе как белоснежные ангелы хор и поет и я радуюсь и мы радуемся, благодарим Бога. Подпеваем или нет, но мы молимся о собрании. Рядом слева и справа братья исполняются Духом Святым. А я может забыл, когда я исполнялся, но меня тут трогает. Мы, мы ищем Господа. А теперь наша задача искать лично я пустые скамейки, несколько братьев, несколько сестер. Что ж теперь? Нету шумных молитв, нету торжественного пения, нету аллилуйя, нету онлайн техника, технология современная, она не передаст этого. А теперь задача, вот она, задача этого, в этот трудный период времени, лично искать Господа, я, ты, дети наши, жена, ну, в семье, то мы маленькая домашняя церковь, это правильно, домашняя церковь, но опять-таки, вот того, в каком состоянии отец, или мама, или дети, это влияет на обстановку, да, да, не все собрания такие есть, аллилуйя, и мы это тоже чувствуем, но это приносило вдохновение. Теперь я еще раз повторю, вот, Господь нас нашел, а теперь надо нам искать Его, искать, чтобы пребывать вместе с Ним. Он в нас, Его Слово в нас, а мы в Нем. И Дух Святой мы перечислили как чудесный благоухающий букет благодати, столько там проявлений, ищи Господа. И один пример я хотел бы показать. Это записано в 4 книге царств за царя Езекию. Да. 18 глава, 4 книга царств. Поцарился Езекия сына Хаза, царя иудейского. 25 лет был Езекия, когда воцарился и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. Это был замечательный человек. Он делал угодно врача Господних во всем. Так, как делал Давид. Отец его, имеется в виду не прямо отец, а тот, который нацию, народ Израиля привел к Господу так, что они во дни Давида служили Господу, радовались была состоянием. Торжествовали во время мночисленных побед. Аса подражал Давиду во всем. Он отменил высоты, потому что после Давида были цари, которые небрежно относились, прибегали к идолам в земель, среди которых они жили. Отменил высоты, разбил статуи, срубил Дубраву, истребил, но решился, правильный взгляд, со дней Израиля в пустыне сохранился медный змей. И Господь сказал Моисею, когда было поражение ядовитыми змеями, вот такая местность, шли израильтяне, роптали, и вот, когда оставляют Господа, то встречают змей, сжалили, люди умирали, Моисей его запил. Господь сказал, «Стелай медного змея, поставь его на шест, и всякий ужаленный глянет на него и не умрет». Интересный как бы намек, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено сыну человеческому. Это не догадки, а вот так вот, но только с верою. Ага, и грей, такого Бальзама еще не знали. Глядь, и здоровый. Ну, вроде как святыня, но и Зекия правильно понимал. Пока Господь сказал, это слово имеет силу. Прошлое время, это может стать неким кумиром. Отвлечь людей от величия Божьего. Он истребил медного змея, потому что сыны называли его не хуштан, это как бы вроде исцелитель, избавитель. Да. На Господа Бога Израилева уповал он. И такого, как он, не было между всеми царями иудейскими. И после него и прежде него. Это высочайшая похвала, высочайшее определение в состоянии Зекии. Такой благословенный царь. Он к Господу прилепился, 6 стих, не отступал от него и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он не ходил исключительно, исключительный царь. Он принял царство в зрелом возрасте, зрелый возраст, потому что его сын Монасия в 12 лет принял царство, а правнук Иосиф вообще 8 лет. Ну, как-то там выходили. Он 25 лет уже зрелый, с определенным опытом, полной энергии, благословенной энергии, благословенной ревности. И что главное? Господь с ним. Но он с Господом. Он к нему прилепился, он Господу угождал, он делал угодное в очах Господа. Даже в жизни благотолученных людей, таких неукоряемых, бывают странные приключения. Да, это случилось с Езекией. В 20-й главе мы читаем это же 4-е царство. В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ты умрешь, ты не выздоровеешь. Очень неожиданно. За что? Нет ответа. Почему? Никто с людей объяснить не может. Но Господь совершенный, ты праведен в суде твоем, справедлив в приговоре. Тут не суд и не приговор. Другое место можем сказать. У Иова написано, Вседержитель, мы не постигаем и он велик правдою судом, полнотою правосудия. Вот умолкаем, заболел смертельно. Ну и к чему дело идет? Ты умрешь. Главное, что я хочу сказать везекии. Да? И он знал свою болезнь. Какой-то нарыв. Если теперь сказали банкология, рак, четвертой степени, нарыв. Ну так, не так, но нарыв. Ну нарыв. В то время медицина уже имела признание. медицина имела признание. вот такой царь Аса тоже до поры до времени нормальный, к нему Слово Господне было, но не хватило мужества, мудрости остаться верным. И заболел. Аса заболел. Можем прочитать это вторая паралипоменон 20 да 16 глава 12 стих 2 паралипоменон 16 12. И сделался Аса болен на 39 году царствования своего. И болезнь ее поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни. Это главное. И вот я говорю, теперь задача наша лично, без общества, нету церкви, лично искать Господа. Аса, что ты будешь делать? А он, у меня в царстве есть целый медперсонал. Он в болезни своей нашел, взыскал не Господа, а врачей. И зекия, у тебя успешное царство, доктора есть. Призывай, обращайся к ним. Но второй стих 20 главы 4 царств. Отвратился из зекия лицем своим к стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни, я ходил пред лицем твоим верно, с преданным тебе сердцем, я делал угодное в очах твоих и заплакал из зекия сильно. Что это за действие? Он ищет Господа. Он ищет Господа. Братья и сестры, дело в том, что не будет дерзновения искать Господа, если жизнь небрежная, беспечная, равнодушная, какой там поиск Господа? Молитвы же не будет. А для того, чтобы Господа искать молитва горячая, со слезами, с дерзновением, Господи, не остал. Господи, не посреди меня, Господи, восстанови, реши мои вопросы, разгони эту тьму, ну, сделай то и то по нашей нужде, исцели меня, когда мы ищем Господа и дерзновения. Боже, ты же знаешь, я, я, как, я имел познание, я же тебя искал, я же тебе служил. Это так, как бы, наше поведение. Вот так языки, он высушал это определение, он никого не звал, ни советнику, никаких специалистов, ни докторов, он поворотился к Господу, поднял свои очи и стал молиться. В этих словах вспомни, у него просьба, меня помилуй, ты же знаешь, я имел большую земную власть, но я все подчинял одной цели, тебя искать, народ к этому приводить, я лично, мое служение, мое царство, поэтому я видел правоту своих действий, чтобы искали тебя. Я избавил народ от искушений поклоняться всяким идолам, истуканам, в дубравах, в рощах. Я ходил при лицах твоим с преданным тебе сердцем. Сработало? сработало? Он взыскал Господа искренним сердцем. Исаия пошел, еще не вышел из города, слово Господне к Исаии, возвратись и скажи языки, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господен. Это было на тридцать девятом году жизни. Как ни по времени подошла смерть. Тридцать девять лет, двадцать пять лет он принял царство, двадцать девять, он царствовал всего, но если Господь предложил ему пятнадцать лет, то отнять от двадцати девяти, четырнадцать, добавить до двадцати пяти, получается тридцать девять лет. Пришла смерть, но языки я взыскал Господа и от чудо вновь к нему возвратилась жизнь. Совет практически приложить пласт смог возьмите пласт смог взяли приложили к нарыву и он выздоровел. Если б сегодня надо было химотерапию, целые пачки всяких препаратов, но в творении Господнем все есть. Удивительно пласт смог и нарыв прорвался и начинается четвертый десяток лет пророка в радости Господь ему дал еще пятнадцать лет жизни. Этот человек пример, что кто ищет Господа в стыде не остается. Братья и сестры, Слово Господне многократно говорит, Господь призывает. Например, мы читаем у пророка Исаии «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда близко». Но мы говорили, что не может беспечный равнодушный человек небрежно живущий Господа искать. Вот тут написано совет «Да оставить нечестивый путь свой, беззаконник остав свои помыслы, обратись к Господу, и Он помилует и к Богу нашему, ибо Он много милостивый». Мы читаем 104-й Псалом. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте и пойте Ему, поведайте о чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа». Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы из моей пространной речи поняли главное. Господь ищет нас, находит, дает благодать. Но это такая духовная наша ответственность. Продолжать ревновать о близости с Господом или продолжать искать Господа. Мы Его ищем по-нашему, по-человечески. Мы ищем Его руки. Господи, там реши эту проблему. А это и слезы появляются, когда нас встречают в горе. А то мы ищем Его руки. Пусть Господь явит милость. Но искать лица Господня, а то, как говорят американцы, face to face, а то с Господом быть в общении. Искать Его лица, приближаться к Нему. И у святых даже ночью про Кисая говорит, 26 глава, «Душею душею моею, я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать лица твоего, буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Вот человек, обладающий Божьим даром пророчества, он продолжает искать Господа не только днем. Я сплю, а сердце мое бодствует, дух мой бодствует, так у праведника написано, так и у пророка. Я душей моей стремился даже ночью, и духом моим от раннего утра я буду искать тебя. Также 26 псалом говорит, 26 8 «Сердце мое говорит от тебя у Давида, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего Господи». Братья и сестры, ну, это такая духовная наука, в которой, ну, как было передо мной сказано, мы познаем Господа. Также нельзя, что в Америке такой образ жизни, что соседи даже друг о друге не знают. не знают. Люди религиозные, справляют всякие обряды, оценяют себя крестным знамением, ну, так как они познали. А Бог говорит, что Бог призывает всех людей повсюду покаяться. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем нужду. Сам дает жизнь и дыхание всему. И когда мы с Ним близко, мы познаем благость и милость Господа. В книге пророка Софонии мы читаем такое слово. Вторая глава. В защите Господа всей смиренной земли, исполняющей законы Его, в защите правду, в защите смиреном мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господнего. Как практически определяется, что мы Его находим, что Он с нами, благодарим, что Он нас определил не на гнев, а к получению Его благодати, Его Царства. Это наше исполнение Духом Святым. Мы молимся. Не просто. У нас обычный есть уже отработанный перечень наших нужд. Да, они необходимы, и мы постоянно об этом говорим. Отец говорит за жену, за детей, мама за семью, за мужа, за своих рожденных чад, мы говорим за нашу обстановку, за рабочую обстановку, за взаимоотношения, мы говорим за церковь, да, но таким образом мы выражаем свою причастность к славному телу церкви Иисуса Христа, и при этом мы чувствуем, Господь слышит молитвы, потому, что Дух Святой ходатайствует за нас по воле Небесного Отца, потому я хочу еще последнее место, и мы будем молиться, я хочу в диван от Марка в первой главе есть такое место, утром 35 стих, первая глава 35 стих, утром вставь весьма рано, Иисус вышел и удалился в пустынное место, и там молился, кто это? Петр, Иоанн, Иисус, отдыхай, Господь, отдыхай, ты устаешь за день, устаешь, ты в плоти человеческой, ты даже на лодке, лодку бьет волнами, заливает водой, качает неимоверно, а Иисус спит, уставший, ходя по пыльным дорогам Палестины, исцеляя, изгоняя бесу, проповедуя гивалие царствия, и Он спит, такой была, такая была ситуация, а тут можно отдохнуть, но Он весьма рано встал, удалился в пустынное место, и там молился, это что, я так называю, Он искал лица Небесного Отца, подкрепляющие силы, на день грядущий, Иисус молился, был в общении, да, Симон и бывшие с Ним пошли за Ним, я тоже призываю идти за Ним, подражать Иисусу, как Петр говорит, идти по Его следам, искать Божьего лица, Его находят и говорят, и говорят Ему, все ищут Тебя, а чего они ищут, а потому что Он из, 31 стих, Он истилял многих, страдавших различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос, Он знал, чего они ищут, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились, но ничего, Он приходит к ним, Он их и насыщает, и учит, и на нужды их не отвечает, утешает исцелениями, да, освобождает, Его ищут. Мы уже определили, что лучше духовное состояние, говорить, чтобы искать Господнего лица, а там и Божья рука, и Божья милость, и Божья защита, и помощь, и совет, водительство, все в нем. Вторая церковь. Пусть это время будет для нас временем драгоценного опыта. Мы в своих домах и, может быть, невольно обстановка расслабляет, но мы ищем его, чтобы у нас сказали, церковь в это трудное время, святые и дивные, которые на земле, братья и сестры всех возрастов, они знают сладость общения со своим Господом и ищут его лица. Да будет имя Господне благословенно, и да благословито нас из этого ничтожного извлекать драгоценное. Это будет опыт, который нас обогатит, на смутное земное будущее, но с верою, что никто из уповающих на него, ищущих его лица, не постыдится. Да радуются ищущие Божьи лица. Будьте благословенны. Будем подвязаться, ревновать об общении с нашим Господом. Аминь. Я приглашаю всех к молитве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова